Библейский портал экзегет.ру представляет Наши лекции записываются в Срединской духовной семинарии и размещаются на портале экзегет.ру Псалом 42 Насмешки из 41-го псалма и упоминания врагов Обозначенные в предыдущем стихотворении В 42-м псалме приобретают собирательный образ недоброго, точнее, лучше было бы сказать, безбожного, неблагочестивого народа Псалом 42.1 Псалмопевцу противостоит человек лукавый, несправедливый, наносящий оскорбления Псалмопевец призывает Бога выступить адвокатом, заступником Бог для него – скала, твердая точка опоры посреди бурлящих вод, свет и истина, дарующая жизнь Образ света, надо заметить, в некоторых псалмах действительно идет в параллель с источником жизни Свет как источник жизни упоминается в 35-м псалме Двигаясь стих за стихом последовательно через 41-й и 42-й псалмы Мы видим, как постепенно на смену сумрачным настроениям приходят молитвы, исполненные верой «Оправдай меня, Боже» – более уверенное высказание, чем жажда и воспоминания, обозначенные в предыдущем псалме На смену тьме и неуверенности приходит просьба о свете и истины, которые ведут в обители Божии Упоминание жертвенника и гуслей говорит о том, что даже в изгнании псалмопевец никогда не оставляет Дома Божия Мыслями своими он близок к Богу, даже если географически находится далеко от святой горы его В данном случае внешними средствами поклонения Богу словно становятся духовные эквиваленты Жертва Богу превращается в дух сокрушенный Молитва становится фимиамом, воздеянием рук вечерней жертвы Находясь в изгнании, псалмопевец среди уныния находит место для радости Наслаждается благословениями святой горы и алтаря Господня Главный рефрен двух псалмов «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься» В повторяемый в третий раз приобретает уверенный тон На родине или на чужбине Поэт может восхвалять Бога не просто как помощь, но как великую радость, побуждающую к словословию Внешне ничего не изменилось, но внутренне Давид уже победил безымянного лукавого человека Кстати, в синагогальной практике оба псалма читаются на праздник Кущий А 42-й псалом в литургической практике римокатолической церкви Исполняется накануне Пасхи И вот этот образ жаждущей лани, который стремится к источникам воды Действительно очень хорошо соответствует предпасхальному подготовлению людей К принятию Слова Божия, к восприятию Слова Божия по следующему причастию святых христовых тайн И может быть не случайно в византийской иконографии Рай, передаваемый символически, нередко изображался еще как птицы, которые пьют воду от источника И как олени, которые бегут к ручейку живой воды Обратите внимание на фрески в Равенне и на иконографию константинопольских царских дворцов Там регулярно вы встретите постоянно разных оленей и птичек Которые могут как вместе с источниками изображаться Так и вне всяких источников и ручейков Отсюда возникает недоумение у людей, далеких от церкви Как сие козлище, ну то есть олени с рогами или без рожек Может находить место в храме и служить символом христианства Прообразовать на может, потому что если по данному псалму и олень спешит к источнику воды живой То тем более человек, для которого этой живой водой является Слово Божие Он должен стремиться жаждать общения с Богом Как словесно, через молитву, интеллектуально, через чтение Библии Так и всецелость, сущностно, через принятие Святой Евхаристии Которая для нас в первую очередь празднуется на праздник Пасхи Итак, образ жаждущего еленя – это намек на небесное царство Приобщиться к которому можно здесь и сейчас всякому, кто жаждет воды живой Хотя буквально никакая лань в Евангелии не упоминается Но дважды в словах Иисуса Христа, особенно в контексте Евангелия от Иоанна Мы встречаем этот символ живой воды Для начала беседа с самарянкой Кстати, тоже интересна география Самарии Ведь Самария по отношению к Иудее – это в какой-то мере изгнание Это страна, в которой население смешанное с синкретическими религиозными убеждениями Эта страна далече Но по отношению к Иерусалиму Самария ближе к предгорью Хермона И, следовательно, ближе к тому самому Тель-Дану, где текут ручейки, дающие начало саму Иордану Город Дан и река Иордан – это однокоренные слова Так что, если кто-то из вас желает побывать на месте этих источников Рекомендую съездить в природный географический парк в Израиле Который так и называется Тель-Дан Очень красивое место Очень красивое Там вы в полноте почувствуете эту картину, которая описывается псалмопевцам Так вот, Самария географически ближе находится к тем самым источникам Иорданским И вот эта лань, серна, самарянка Нам как раз напоминает ту самую фигуру личности, жаждущей живого слова И вот Христос ей говорит, что «Я источник воды, приди ко мне и пей» Она по Иоанну уверила во Христа раньше, чем услышали проповедь о живой воде граждане самого Иерусалима В последний день праздника Кущей у иудеев была такая традиция Появилась она, скорее всего, где-то в начале первого века дружества Христова И эту традицию в свое время укорял Иоанн Геркан Это, прошу прощения, даже чуть раньше было Это конец второго века дружества Христова Это было нововведение, которое, скорее всего, придумали благочестивые отцы Которых в последующем мы стали называть фарисеями Так вот, в последний день праздника Кущей из Силама набиралась вода в Кушине И возливалась вода на жертвенник Жертвенник омывался алтарь от крови животных Которые заколались в течение всего праздничного цикла Семи дней праздника Кущей Как раз это после праздника Песах отмечается в иудейской традиции И вот в последний день уже как бы жертва завершается Омывается жертвенник и возливается вода И видно, эта процессия с кувшинами воды Она приобрела какой-то торжественный характер Такой вот своеобразный был крестный ход с этими кувшинами И Христос упрекает евреев, что вот я источник воды Кто жаждет, иди ко мне и пей Потому что тот, кто напьется от меня этой воды То сам станет источником воды, текущей в жизнь вечную Итак, самарянка раньше стала источником воды живой Она потом побежала в селение и стала проповедовать о Христе В то время как иудеи, они не уверовали во Христа Они его на Пасху, накануне Пасхи заклали как агнца Пролив его кровь в районе святого города Иерусалим Итак, вот эти образы, они потому для нас прочитываются мессиански Потому что хоть и не в буквальном смысле слова Но идейно находит свое воплощение в контексте жизни христианской церкви Идейно, не буквально, символически Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok